В этом уроке мы с вами будем делать серьги, такие золотые, в стиле Дольче Габана, из пайетки, из бусин. Для них нам понадобятся пайетки по 5 миллиметров, такие крупные, у меня в виде чаши, не плоские, а в виде чашечки такой. Такие пайетки понадобятся, бисер, у меня кремовый, номер 11, обычный круглый, 2 бусины по 6 миллиметров, видите, она по середине и одна как раз вот на пине, 4 бусины по 5 миллиметров и одна бусина 4 миллиметра. Также понадобится сама фурнитура, сама швенза, это набор все для одной сережки, для двух получается надо 8 штук по 5 миллиметров, 4 штуки по 6 миллиметров и 2 штуки по 4 миллиметра. Так, для начала все мы расчерчим, делаем центральную линию и еще одну горизонтальную. Отмеряем по полтора сантиметра с каждой стороны. И с другой стороны тоже отмеряем по полтора сантиметра. Соединяем наши отметки. Здесь надо очень четко все отмерять, прям четко-четко, потому что за счет этого у нас будет симметрия. Может пострадать, если где-нибудь ошибетесь. Здесь вот у меня уже неправильно отмерила. И здесь тоже отмеряем по полтора сантиметра. И здесь тоже отмеряем по полтора сантиметра. И проводим диагональные линии через середину. Готово. Отмерили. И уже начинаем пришивать наши первые пайетки. Закрепляем нить нашу посередине. С обратной стороны цепляем около пяти миллиметров ткани. И проводим через петельку иголку. Таким образом у нас закрепляется нить. У нас квадрат. И с одной стороны на пересечении как раз вертикальной и горизонтальной линии прям посередине будем пришивать нашу первую пайетку. Так пододвигаем ее хорошо. Тянем нитку. Чтобы пайетка хорошо становилась. И тоже симметрично можно было вышить. И по линии пришиваем. С другой стороны тоже самое. Теперь мы проводим иголку на пересечении линии и пайетки. Проводим иголку на самом пересечении. Берем еще одну пайетку. Также подтягиваем нитку. И отодвигаем пайетку. И стежочки должны быть просто прямые. Еще одну с другой стороны. С этой стороны. Также на пересечении линии и пайетки. Провели. Взяли пайетку нашу. Подтянули. Провели. И пришили. С этой стороны две штуки будет достаточно. Теперь будем делать с другой стороны. пайетку. Также провели иголку на пересечение линии и пайетки. Первый край пайетки. Провели. Пододвигаем саму пайетку. Решили. И еще одну необходимую. Готово. Первый ряд у нас состоит из пяти штук. Делаем теперь второй ряд. Проводим иголку на пересечении двух пайеток. Самый первый, который посередине. И та, которая рядом справа. На пересечении проводим иголку. Уберем пайетку. Пододвигаем. Немножко иголкой подтягиваем. Украшиваем. Теперь проводим иголку также на пересечении двух пайеток. Уже той, которую только что пришили. И той, которая у нас повыше. Не пришиваем. И с другой стороны. Провели иголку на пересечении двух пайеток. Центральный. И первый, который слева от нее. Пришиваем. Стежочки тоже желательно должны быть на одном уровне. И еще одну. Также на пересечении пайеток. На пересечении. Как раз-то они чуть-чуть. Здесь как раз-то и касаются. Проводим иголку. И пришиваем. Второй ряд у нас состоит из четырех штук. Так каждый ряд у нас будет уменьшаться. Если у вас пайетки меньшего размера. Допустим 4 миллиметра. Тогда вам необходимо сделать 7 пайеток подряд. Всегда должно быть нечетное число. И ряды тогда тоже увеличатся. В зависимости от размера пайеток. Можете количество их уменьшать или увеличивать. Теперь проводим иголку. Через линию. Прямо посередине. На пересечении также двух пайеток. Как раз вот посередине которой у нас. И прищиваем. Прищили первую. И прищем еще по одной. Здесь проводим пайетки на пересечении двух верхних. Вот они. Две верхние пайетки пересекаются. Где. Прищиваем. И с другой стороны точно так же. На пересечении двух пайеток. Верхнего второго ряда. Прищили. Теперь нам необходимо пришить две пайетки. раз у нас с каждым разом уменьшается количество. Также проводим иголку на пересечении двух пайеток крайних. на пересечении двух пайеток. Пришиваем. Прищили. И осталось нам пришить только одну пайетку нашу. как раз опять же по линии прям. Тоже на пересечении. Готово. Один лепесток нашей сережки готов. Также вышиваем со всех остальных сторон. Готово. pretendinen. ι